Получили табличку с критерием Ливини. Сразу ищем столбик significance, поскольку это статистический метод. Мы видим, что на 95% доверительном интервале нулевая гипотеза отклоняется. Нулевая гипотеза здесь состоит в том, что отсутствует разница между внутригрупповыми дисперсиями. Раз отклоняется, значит мы считаем, что есть статистически значимая разница на генеральной совокупности между внутригрупповыми дисперсиями. Значит мы ожидаем проблем с этой стороны при построении регрессионной модели. Мы проверили 4 условия, 4 требования, которые предъявляются к данным при решении о том, можно ли строить линейную регрессионную модель. Наша модель проходит по типу шкал. Но с точки зрения симметричности наших переменных, наша модель ожидает проблемы. С точки зрения соотнесения межгрупповой вариации и внутригрупповой вариации, можно строить модель, поскольку коэффициент терминации дисперсионной больше 0,5. С точки зрения равенства внутригрупповых дисперсий, нас опять же ожидают проблемы. Допустим, мы принимаем на себя этот риск, эти две, риск двух проблем, и все-таки переходим к построению регрессионной модели. Обычно все исследователи начинают именно с линейной регрессионной модели, поскольку она самая простая. Зависимые переменные мы помещаем в депендент и предикторы помещаем в индепендент. Будущая регрессионная модель имеет несколько компонентов качества. Насколько качественно получена регрессионная модель? Один из них состоит в том, чтобы она была устойчива. Ведь как происходит прогноз по регрессионной модели? Мы на некоторых данных строим регрессионную модель, а дальше экстраполируем этот выявленный тренд на все остальные данные, на любых представителей генеральной совокупности, применяем к ним полученную модель. Если модель хорошо работает на данных, на которых она получена, но плохо работает на прочих данных, такая модель называется неустойчивой или переобученной. Чтобы проверить модель на переобученность, нам надо создать техническую переменную RAND, которая будет делить нашу выборку на две части, на две подвыборки, обучающую и экспериментальную. Я создал такую переменную через TRANSFORM, COMPUTE, RANDOM NUMBERS, BERNULLE, распределение BERNULLE, R, RWEB BERNULLE, С вероятностью.